что даже за всем привет вот я вот я и пришел и так поскольку у нас зима продолжается на коп мы выезжаем сейчас редко но выезжаем есть повод поболтать обсудить интереснейшую тему которая будет интересна и опытным пользователям ну господь будет им интересно а также будет интересно тем собираюсь купить для вас 2 вы узнаете с чем вы столкнетесь значит дэв 2 у меня уже второй сезон ну как видите он в полной боевой готовности он все он все еще работает условия для поиска у меня самые жесткие то есть за дэвусом я с него пылинки не сдуваю как некоторые он у меня больше больше большую часть времени работает в море в соленом море соленая вода как вы знаете для детекторов это не самый не самые приятные условия соль имеет свойство разъедать только пластмассу но и металл если долго пользоваться скулы у меня скулы даже там из нержавейки они лопались такое дело было а что можно говорить в детекторах ну что давайте посмотрим расскажу вам что с ним произошло какие были проблемы начнем с головы голова блок основа снов два сезона он не провел в воде я честно после того как я с эпиноксом ходил были опасения сможете дэвус выдержать плюс дэвус только тогда 2 появился как вы знаете первый погружать воды нельзя было вот они сделали водонепроницаемую голову я вам скажу так что она выдержала вполне эти два года никаких вообще проблем чисто по башке вообще никаких не было заглушкой я ходил первое время я одевал красную до заглушку но кто не кто не в курсе меня здесь заглушки ставятся на красное для погружения до 20 метров серая до погружи для погружения до одного метра сначала сам красную а потом подумал что я погружаю до 20 метров с ним на вытянутой руке держу детектор это около метра получается принципе серов и заглушка вполне подходит и два года я хожу серой заглушкой ничего не протекло естественно звук как вы заходите в воду погружаете блок если после этого вы включаете звук внешний динамик звук будет тихий очень тихий то есть как то же самое на эпиропсе происходил они в этом похоже но здесь все это лечится более просто откручивается заглушка и ротом ртом ротом продувайте и и все и вот там такая же проблема какую квинокса была разница температуры образуется внутреннее давление нажимает этот динамик и мы просто можем продуть его и все 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 нормально все работает вот с моим блоком все было в порядке но один камрад рассказал мне были фотки но я сейчас я хотел не нашел эти фотки где-то меня где-то они остались какой-то переписки у него повредил повредился дисплей но это было внешнее воздействие произошло это так что он копал по каменистому дну и когда он высыпал скуп то есть случайно камень выскочил попал ему на стекло и она лопнула естественно сразу попала вода и блок блоку стал очень плохо попытался он по гарантии но сдаю сам по гарантии не так все просто я вам друзья скажу ему естественно отказали и в итоге он попал на блок покупал новый блок это был был попадос у него такой у меня слава богу хотя я вас такой ситуации сталкивался сколько высыпаешь бывает детектор где-то рядом камешки попадали но я поставил это защитное стекло в магазинчике айдетект купил стеклышко кому надо кстати обращайтесь хороший магазин ссылочка в описании будет там все пушки продаются на на экран очень нужно советую советую все все бьется все царапается на самом деле вот так же с блоком принципе если на него не наезжать машины не бросать камнями с ним более менее относиться бережно он вас я думаю проживет далее сбоку то все порядке а вот с креплениями данном случае с подковкой тут не все так просто это у меня 3 ломаются они друзья ой как хорошо ломаются вот эти лапки которые там держат наш блок на штанге и с этим ничего не сделать чаще всего ломаются они бывает идешь блок чуть воздействия сюда на него надо надавишь или кустарники в воде были постоянно этот провод дает нагрузку на детектор и в принципе эти ушки ломаются я думаю камрады подтвердят что и у них такие проблемы были чуть у меня здесь бог как неправильно поставил антенна как-то меня не так легла вот это дело это поправить да ладно потом потом все после видео сделаю вот так что данный элемент я сразу закупил несколько штук и все окей сломалась выкинул вставил новую меняется она легко ничего не сложного нету там уже не помню как она меняется это где-то откручивалась а вот тут не два волчика вот под крестик откручиваете их болтики знаю что кто-то мне рассказывал где-то он покупал и полочки проживели у него поэтому болтики должны быть эти из нержавейки друзья обратите внимание это может быть сюрприз для вас далее то есть это у нас считаем расходником что следующее резиночки вот эти вот эти резиночки которые держат антенну они рвутся да они рвутся несколько штук шуки 3 наверное у меня этих резиночек вроде ходишь ходишь несколько копов ходишь все в порядке потом бамж резиночки нету лопнула или отстегнулась то есть это тоже расходняк но это не проблема они продаются далее идем дальше штанга вот вам можете посмотреть на мою штангу она вам очень понравится у вас у всех в основном она черного цвета да у меня жена белая покажу поближе она какая красивая правда вот из-за чего нам из-за того что когда ты по морю ходишь по соленому песок в воде который он попадает вот во все вот эти щели забивается естественно когда мы штангу открываем закрываем все это делом начинает царапать ее и вот вот ее идеальное состояние до кудова просто она не закрывалась у меня видите черненький такой вот такая она должна быть у меня здесь до алюминия дотерлась но еще пока работает люфт какой-то конечно есть уже огне появился сказать вот надо промывать продувать что такое не делал изоленты заматывал кто-то советовал вот эти места вообще по барабану все равно попадает туда каким-то образом попадает если не через эту сторону через это попадает ничего с этим не сделать не собирать единственно его оставлять его как есть разобранный но извините ну что делать это тоже в принципе ничего страшного нету она до дырок не протерлась конечно рано или поздно она наверно сломается у меня ну в принципе это эти вещи они доступны они недорогие ничего страшного в этом нету но поэтому штанга после каждого копа я промываю от соли но вы не так чтобы там сидел там с ватной палочкой выковыривался нет промыл прополоскал все кинул дальше в машину нет времени столько этим заниматься у кого много времени лишнего те могут заниматься я меня столько времени друзья вот копать ночами приходится иногда потому что днем все время заняты вот так что штанга пока выжила стерлась но с ней все в порядке далее катушка соединение здесь вообще все без проблем вот все держится все крепко уши не сломались я знаю вижу там многие городят какие-то крепления на уши вы ничего не городите принципе при правильной нагрузке сломается все и с этим защиты от ушей и все поэтому все в порядке но когда по морю ходите где вы хотя бы раз в месяц надо снимать вот эту штуку защиту от катушки поделит песку забивается просто жесть я хреневаю иногда он начинает прилично фонить вот далее чувство давайте перейдем к самой болезненной это боль делу сам это это костные наушники это 4 друзья за два года это 4 стоимость наушников 50 евро одних и блять я не понимаю это придуманный эти костные уши для того чтобы нырять с ним на глубину отлично друзья сделали шикарную для глубины для все окей а для нас для тех кто не глубина не ходит кто ходит по шею где наушники пошли для делу химию городить единственный вариант только химия штатного удалился нету штатных наушников как у пинокса эти желтые наушники почему удалился нет вопрос очень большой вопрос почему нету штатных наушников хрен знает сколько войне стоит я бы с радостью взял болезнь какая у них у наушников костных двое наушников у меня пропал звук в ухе просто в одном ухе пропадает звук не станет всего одеваешь их один один раз у меня пропал по ходу копа не было ни воздействия ничего один пришел на коп и вам беда ухо не работает ну и докопался диму ну вот у меня и еще одна проблема была механическая покажу вот еще не наушники ведь у меня здесь коллекции их могу час вот этот кронштейн одевается на блок закручивается и вот здесь ободочек черники то есть эту штуку снять нельзя она затягивая этот ободочек вставляют в блок и резьбой закручивается у меня это штука сорвалась ведь ободочек срезал срезала ободочек потослали в deus deus послал механическое повреждение идите сами знаете куда своими наушниками вот так вот ну поэтому с deus на месте механические повреждения можете даже и время свою не тратить ничего не будет и вот последние уши которые не пришли такая фигня срезается уже бортик то есть я так понимаю к сезону буду заказывать 5 фигня в том что здесь почему-то у него херовая резьба херовая резьба на плохо закручивается вот и вот и проблема вот это друзья может быть большой проблемой если deus там ничего не решит будут кстати я с вами сейчас говорю и она у меня вытаскивается уже я думал блин вот сейчас начал шевелить она у меня вылезла также сама то есть меня наушники уже накрыли считать то есть надо опять заказывать и вот этим наушникам блин месяца два как заказал вот это блин проблема эта проблема большая вот сейчас все делать беда ну ладно будем как-то мучиться вот следующее что антенна антенна я вам рассказывал в одном из видосов до антенна ломается вот в этом месте и не только у меня еще у комрадов тоже ломались антенны вот где он в этом месте ведь это уже новая антенна купленная с проводами не стал заморачиваться вот старая антенна обломок видно наверно такая проблема далее что еще сломалась в 6 сломались сломались но я вам так скажу сервисный центр девуса блин как бы желает есть желание что получше получше работу ну вот у меня что случилось посреди копа у меня пропали наушники погас экран и все я пришел вставил зарядку и все у меня ничего не горит вот наушники не загораются зарядка не идет ничего отослал магазинчик мой этот где брал там тоже там люди тоже не дураки проверили и тоже они заряжаются вот и потом отослали в deus по гарантии они что-то сделали судя по всему наушники вернулись старые мне что-то не там по послухам вроде как вылетает батарея вот и сказали что с вашими ножницами все было в порядке ну главное что они работают но проблема с гнездом зарядки у меня вставляют гнездо и надо провод шевелить постоянно чтобы появился контакт но последнее последнее время как все нормально работает так что вот такие еще проблемки ожидают копателя могут ожидать копателя с deus m2 но что еще что еще вот в принципе наверное основное вам все все и рассказал что поломалась так принципе все нормально все работает проблемы как бы были у людей когда поменялась прошивка еще пару слов скажу что когда была прошивка 07 071 там все ждали обновления потом вышла прошивка по моему 1.0 там блин было было у всех жуткая паника много людей покончила жизнь самоубийством я знаю многое сошло с ума блин когда сделали прошивку 1.0 но и судя по всему особенно блогеры тестировщики там волосы из попу вырывали прям прямо на камеру можно можно посмотреть в интернете от возмущения потом сделали прошивку 1.1 кардинально поменяли сделали много изменений сделали акцент на третью программу все тона много добавили фишечек в эту программу но естественно какие-то сбой где-то были говорят с шумодавом что-то было какие-то проблемы там вроде там что-то поправили но многие это сильно обсирают эти все прошивки да я не буду в том числе сдаваться но не знаю я работаю это 1.1 прошивка и все ничего я всем доволен работаю как раз на третьей программе по мусорке работает все отлично показатель какой находке есть есть больше ничего не надо смотрим что будет дальше принципе даус выдержал все окей работает посмотрим как будут какие-то глобальные у него изменения на третьем сезоне третий сезон принципе мы уже начали два выхода зимнее море было детектор заморозили заморозили в камень где-то у меня там шорс выкладывал вот так принципе все нормально работает есть поломки но принципе любой механизм при долгом использовании он ломается это от этого никуда не деться нету вещей в советском союзе делали вещи на века сейчас в эпоху капитализма не выгодно делать прибор который вам будет служить вечно если он не будет ломаться никто не будет покупать комплектующие не мог никто не будет покупать новые приборы это поэтому супер качественный материал вам здесь никогда не поставят всегда будут какие-то вот эти полу херовая пластмасса где-то будет какие-то не будут делать все дико качественно потому что это не выгодно в наше время поймите этот момент зачем делать качественные наушники и когда сделали вот это извините за выражение уебище вот этот уебищный провод который постоянно путается блин не гнущийся не ничего не сделать короче не знаю не хочу об этом говорить это жутко жутко геморройная вещь вот эти костные наушники мы все делать придется как-то существовать будем надеясь чтобы вас выпустит нормальные уши так принципе ничего все работаем пока копаем наверно все пока чё вспомнил чё сломалось на нем то рассказал вот ладно пишите чем все об этом думаете не забывайте подписывайтесь на канал хочу поблагодарить на канале появились двое спонсоров большое вам спасибо друзья не даете каналу загибаться это очень вдохновляет на дальнейшую работу на спонсоров можно посмотреть в описании выделю их специально в первом ряду вот большое вам друзья спасибо ладно пишите может какой есть интересная тема какие можно обсудить пока зима можем потриндеть потом времени не будет будем копать все всем пока бой